I have ways of blowing things off I have ways of blowing things off сегодня я похоронила эву в колумбуре нортулка про чтоб ты знал видишь ты сама все объяснила а ноги пока супер хорошо пообщались идеальнейший просто ладно стоп-стоп-стоп ламки по секунду так кстати я собирался не там вроде уровне подошли немножечко парочка уровня по моему я там собирался себе еще жизни качнуть еще что-нибудь качнуть посмотрим насчет того что прокачивать кибердеку да блин я не вижу в этом особого смысла я не вкачивался ни в стелс ни в мозговой штурм да у там есть это на карту вообще не смотрю еду рассуждают у меня там есть в кибердеке не подходящий скилл который требует там очень много я думал он отъедет блин вы проехали мимо вы мне ничего не сказали хорошо стын на белом и как раз там где вы сейчас находитесь я потерял контакт с одной из машин а я поищу ребят я не хочу охотиться на доломейна блин где заказ встретить не мнение с панам точно не буду встречаться вот когда он не успел поменяться когда он не успел поменяться задание когда с с этой говорил про прок про похорон и куклы что ли или чё или где блин заданиями на самом деле беда особенно с их отображением потому что ты вроде как едешь по какому-то заданию вдруг тебе кто-то звонит или кто-то пишет и игра такая а а давай-ка я изменю тебе задание без твоего ведома а вот так вот ну это просто бредятина причем ладно бы что что происходит почему почему у меня переключается задание на доломейн такого же фига происходит с этой игрой что бьё я только что об этом говорил видели просто так на ровном месте опа задание переключилась на доломейн есть в другую сторону офигеть просто ну как так-то я тут еду встречаться с детективом уродом а ними такие найти доломейн чертовы 170 метров остались а может быть доеду туда сегодня даже поставила все равно нету спасибо просто дурдомища а нет как раз именно в этой точке есть поставил ладно надо было проверить значит оттуда откуда я еду здесь очень глупо расположены где-то есть где-то не до куда-то доедешь такую-то нет такое так прочитать это вообще славой макалестер основу в центре в него славой славой макалестер что самолюбивый нахал или эксцентричный гений заместить знаменитый рокер славой макалестер видимо это его имя снова вызвал скандал после недавнего концерта в клубе тоттен танц ухта же ё-моё драки на рок-концертах нередкое явление однако этот раз зрители зрители спровоцировал сам макалестер несколько неофициальных источников сообщили что потасовка началась просто как музыкант кинул журналистов баллон со след заточивым газом перед этим кортезиан дели делист исполнил три новые песни такие 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 то которых затронут такие темы как борьба тела и духа длинная штука ограничение чувства после неприллажной непреложной истины понятно мнение критиков как всегда разделились одни утверждают что это глупо глупая пародия на глубокомысленность других хвалят новый подход к жанру общественный интерес вызывает даже на название песни макалестера на вопрос журналист 54 канала том что означает загадочное название какие-то эрго сам рокер заявил что его достиг его достали вопросы от людей без мозга несмотря на постоянную шумихова круг солиста такого-то а может быть и благодаря ей популярность макалестера в каждом к с каждым годом растет группа планирует ближайшее время выпустить новый альбом и если верить слухам который ходит по сети он будет называться war of thoughts ого ну не знаю ребятушки единственного макалестера которого я могу сейчас так сходу вспомнить это кевин макалестер и причем наверное так где-то чувак вот этот а это что в чем дело ну тогда поговорим ну надо поговорить нужно поговорить понятно есть минутка ты наверное нет а это твой окей все понял а давай россии бы что согласился со мной встретиться и правда будешь работать с наемником я еще не решил что будешь для начала послушаю что нового смерти рай и опять же в тебе уже сказал бросить это ты бы лучше его послушал с первого раза что проблемный шеф у нас заметили за чем возможно его послушай меня я ведь твой друг на и я тебе говорю бросай может у тебя тоже рыцарь пушку не дел просто сижу и кофе и слушаю сплетни ладно поступай как знаешь может я сяду с вами а ребятушки сюда вот надеваешь . давай валять сюда а вы ну хоть уйдите в тихий уголок для таких бесед а то еще подслушал ну детектив урод что хотел передать мэру до покушения ты пытался связаться с людьми райна и передать через них сообщение что в нем было знаешь что здесь слишком хорошая пойдем моя машина пойдем руки и ладно садиться в машину с чуваком который возможно замешан подкушение на мэра теперь возможно заметать следа даже если это не он не ну хорошо здесь я пожалуй готов поверить что это чё ты голограмма ты не человек все нормально с тобой там тачка вообще-то стояла лежала валялась ну короче да сортом вообще садиться с кем-то в машине не читаю самые хорошие идеи но в данном случае мне кажется что это возможно безопасно возможно ребята из моего откуда мы едем давай в машине поговорим он стрелял по мусорным баком и кричал что у него назначена скорая встреча с мэром кого задержали питера хорват психопата который потом напал на мэра его закрыли но он вдруг потерялся даже не успев дать показать потерялся значит его выпустили ну ладно что значит потерялся как это вообще могло произойти просто кто-то не хотел чтобы в этот день он сидел в камере и можешь не спрашивать я не знаю кто и а а теперь я спрашиваю почему пиралис взялся за это дело сейчас пиралис почему не официально он пытается дискредитировать что он боится 100 может быть он просто боится не хочет занимать кресло с которого уносят ногами вперед я бы тоже не хотел там уносят ногами вперед не туда не за том что ты мэра из-за твоих взглядов у меня будут руки взгляды тебя возможно и не унесут возможно ты начнешь выносить людей хорошо что за тебя что такое двор алой королевы алой королевы чего не слышал шальная императрица но как это связано с рай в день своей смерти он туда собирался короче надо нам встретиться с моим информатором насколько я знаю двор алой королевы это элитный круто сережки чем информатор а потом мы поговорим с бабой у которой работал или можем сразу поехать это уж ты к информатору сначала едем к информатору клуб это уже какая-то зацепка как угодно информация всегда информация ребятушки так что пропустить поездку вот эти эффекты вступления вообще просто адские ну ладно мой человек работает с ним поболтай а я подожду передай ему привет от игоря он знает и еще что-нибудь расскажи что это за малый владелец магазин любит всюду совать свой нос а клиенты у него разного пошива так что знает много к тому же он трус идеально чувак если это твой информатор почему бы тебе с ним не поболтать он же меня не знает нифига ведь это твой информатор меня он не знает как бы для него люди которых он сдал об этом узнали у тебя больше шансов вытянуть из него что-то добром если я не буду маячить перед носом ты облажался ладно ладно жди тогда здесь обычно в игре ребятушки если ты подходишь куда-то и слышишь какие-то случайные реплики ты можешь подойти к персонажу тебя появится с ним диалог и даже если не появится какого-то стороннего квеста то можно получить какой-то интересный диалог здесь нет ничего даже диалога к сожалению о чем они говорят зачем я это слышал если не могу подойти спросить о чем они говорят то есть я понимаю что на улице такое не происходит но блин это же игровые условности опять же тебе чего добавить так новый чип да грёбаный же ты такой ты я наконец-то пробился на шоу зиги через минуту мой выход и тут ность что в койот больницы устроили перестрелку этот этот отменяет съемку чтобы пока показать жертву как будто всем не пофиг то вообще о них вспомнить через неделю может они половину карьеры просрали чтобы попасть к зиге на шоу нет блин они просто сдохли я все равно вылезу на сцену вылез на сцену высказал этому ушлепану что что так не делается на охрана меня отмудохала вся запись перекорежилась вторник блин а это прям неплохо какой-то безбашенный ну давайте с утра все бесило вышел к мэрии чтобы высказать ему всем как у нас забили болт на ветеранов надел платье из искусственных зародышей потом режиссер снявший влажный мечты меня узнал и сказал что я секси я показал как уютно воображаемому фигу по нему сразу видно что он мимо красивого мальчика не пройдет ну и да отвези меня к себе отвез меня к себе приквал кровати и пока все просто и не порвал отгрузил мне кучу эдди и предложил увидеться на следующей неделе может быть получится попасть его следующий брейн среда посрался с руд дзенг поговорил с ней о челах которые откинулись когда спасали малолеток от ядерного взрыва время какой-то там войны по телеку она типа дофига крутая тут как начала ныть но и короче решил что-то хорошее сказать и говорю такой типа она нормас точно стали бы моими фанатами серьезная когда фотки смотрел офигевал у каждого перцы были до колена обидно аж до слез это звезда тупо залыбилась и нафиг меня послала четверг ахахаха лучшая запись в дневнике просто чувак пришел пятница заезде ступо на ногах не стою пацаны притащили какой-то мощной фигни меня сразу вынесла черт знает что там дальше было везде воняет станиной а в ванной лежит маска обсудить все за хот-лайн пошел поздря что я надела мне кто-то и на мне кто-то проехался колени звездец как болят надеюсь это был тот же режиссер а не фигела из третьей квартиры маски коня обычно для другого использует ну ладно я ты горячего привет от игоря нет уж нахер я с этим завязал догнать а он услужливо стоял ждал не отвали спокойно у меня всего один вопрос здесь смотреть нечего кому сказали уматывай вали чувак оставьте меня в покое все равно я не буду сотрудничать а вот это никто не узнает к также как в прошлый раз он скажет дай мне адрес на тему остановлю королевы дай нам адрес и мы уйдем да да как в прошлый раз переломали все пальцы позабочишься что ничего не случилось я тебе сломаю не только пальцы чувак ну что забочишься я тебе явно не буду я тебе такое переломаю что ты в раз забудешь про пальцы начну с голени знаешь как это больно ладно ладно успокойся только клуб находится за чертой города у реки район банита стрит ты там был больше я ничего вам не скажу в зад меня поцелуйте но и но расследование сдвинулось с мертвой точки выглядит перспективно но я бы еще заглянул на рынок рынок женщине у которой работал говорила идем чего бросать этот цвет конечно на рынок проверим этот твой рынок чем больше у лима и машине поедем давай можно будет сократить поездку я не хочу вести ну где ты вот это ты выпарковываешься ладно вот пропускаем поездку ради этой кнопки еще сел эту машину 90 процентов времени детектив проводит за болтовнями заслежкой забыл там может в этот раз сменим подход сперва вопросы а потом угрозы вообще-то он со мной не хотел разговаривать из-за тебя и ты потом стоял с пушкой возле его головы так с кем нам надо поговорить договорила на босс киберпсиха кристина марков 42 года единственный работодатель хорвата и вообще его единственный контакт единственная женщина в его жизни ладно я там нормально все тает в дымке город химки промокали стара ох уж это молодежь я понятия на бургер и не могу купить будем спрашивать я начну слева а ты бери правую часть за шубенчик найди себе честно вы знаете кристину марка она здесь торгует не знаю никакой кристин я сюда не общаться это вы кристина марка но я ее знаю у нее магазин электроники на той стороне с тобой вообще раз говорю да вон там она магазин кристина марка у нас к вам пара вопросов вы агенты нет мы не из полиции нам просто нужна информация но по крайней мере я не селиться чего-нибудь нужно полиции хоть знаешь с кем имеешь дело а то скажешь слово а на другой день к тебе являются корпоративные агенты или братки из банд петер хорват у вас работ работал работал а потом перестал работать и начал без перерыва речи толкать ему мозги проимели это понятно было когда у него это началось когда хорват начал себя странно вести хороший вопрос это смотря что называть странным тут ведь надо понимать что нормальным хорват не было да 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 вот если сравнивать хорвата до отсидки и после получится два совершенно разных чуток понятно и что были за речи речь и значит и о чем же корпораты крепко держит райна за яйца и все равно он смог меня наебать это общий смысл почему он был так зол на мэра отчего ждать логики от психа может ему казалось что райан говорит по телевизору только с ним обещает всякое а потом ни хрена не делает ну вот так он смотрел на мир был уверен что все вокруг только и мечтают лично ему насолить а больше всех конечно люциус рай а конечно ему была какая-то связь а кто еще мог ненавидеть может кто-то еще хотел насолить хорват кроме райна первую очередь госпожа президент а как он умер уже его сын юрина у вас все детективы а то вы мне клиентуру пугаете так убор вата были лично еще на сайт это не так что и много мы узнали честно говоря боюсь не сильно мы продвинулись пускай сейчас кажется что мы ничего не узнаем но информация часто набирает вес пойдем контексте допустим человек говорит что у него болит голова на первый взгляд маленькая деталь которая ничего не значит но потом этот человек вдруг шагает на дорогу прямо под колеса машин и тут сосед вспоминает что кто-то недавно чинил кондиционер в квартире у погибших случайность стечение обстоятельств или умышленное отравление некой аэрозольной смесь у тебя правда было такое дело нет это я только что придумал но принцип ясен ты блин чувак тебя джонни покусал давай мы грохнем и все твой приятель сел надолго ты тоже хочешь к нему это я заберу спасибо ты куда делся тварина стой мне второй меч тоже нужен дай сюда я сказал заткни пасть раз ты блин не можешь разобраться с какими-то шапками блин взять сдохни пожалуйста хватит переворачиваться ты куда так ты это погоди не шебушись мне тут надо кое-что посмотреть снаряжение ножик реже к ножик блин а катан то блин они симпловые ну то есть обычные обе обычные да ты серьезно что ли я тут собирался думаю сейчас я себе намочу катанов кленочек химический урон у нее физический урон критический урон так сто сто семьдесят единиц урона физического урона и критический тут у нее 51 и 62 химического урона орудие с длинным клинком и катана они имеют какую-то под собой так ладно одну я точно разберу сейчас и вот этот мачете нам тоже разберу потому что не нужно одну катану оставлю просто изучить я хочу потом все пока пока так с тобой опасно по улицам ходить у тебя еще с какой-то бандой напряги или только с тиграми а ты как думаешь я же коп и шо теперь придется рапорт писать чувак это несчастный случай на производстве все нормально но сначала нужно разгрести твой бардак встретимся там и бардак то есть ты мне предлагаешь чтобы ладно тут вроде есть фастпоинт посмотрим куда мне нужно и там есть фастпоинт неужели сработало хоть где-то хоть как-то это работает все блин спасибо честно оценил так ждать здесь сесть и ждать хорошо о привет это тренд животных ты с ними в контакте ну да это район животных да я уж вижу ты кого-то из них недавно закрыл нет недавно нет но они вообще не фанаты кубов не афиширует войти без ордера а вот ты ой блин идти нафиг будем на связи ой блин идти нафиг иди туда как частное лицо оставь значок в машине и пойдем урода кусок серьезный детектив урод ну то есть с именем не ошиблись что ты плену ладно действием врубаем маньяка всем поехали так ищем способы как я сюда могу проникнуть нет заберу спасибо тут черный ход животные не выставили охрану видно давно сюда никто не заглядывал маньяка лучше мусор я заберу хорошо перерабатывается вот эти зажимания блин не знаю так сеть нет ничего все до свидания я тоже соберу ух ты же опять так я чуть не уверен что стоялся тачка кстати красиво привет чувак этот эта камера она его найдет если что да я так понимаю а это камера под слеповатая хорошо все нормально а нет не под слеповатая она резко вдруг решила меня увидеть ну так отворачивайся нафиг все тебе здесь не рады так и в 5 что ли да пока я не в бою я могу и в 5 сколько угодно суперска папа на здравствуйте он сейчас сюда пойдет я надеюсь ночью сюда пойдет и мы его чикнем меня засекли ясно понятно что за транс гердон транс гендерный качок блин выъебим его уберем у это ты я думаю я уже тебя мочить бегу да чувак ну стрельба здесь сразу бери нож и что-нибудь там у тебя вон кстати кувалда не я не знаю я чет не хочу тяжелое оружие все эти кувалду сеть фигня я хотел сказать что надо хотя бы разочек наверно подходит так куда там остался какой тамDoS это здесь скорее всего в этой мастерской или фон налай только с камерой разберусь где она там была. Тварина. Палит меня. Так, а тут что у нас? А, у нас там же что? У нас там человек сидел. Она со мной невежливо разговаривала, когда я пришел. Мне нужно с ней поговорить. Или оно? Или она? Я не знаю, кто это. Какого пола это существо? Это какой-то мутант. Я не знаю, кто это. Ну, его нафиг. Таким лучше не приближаться, а вдруг заразишься какой-то фигмой. Так, новый чип. Кибл мрачно уставился. О, все-все-все, понятно. Это билетристика. Не хочу. Пост 1, пост 2. Блин, 1С, 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 1С и 1С. Чего ломанул? Ну ладно, пойдем. Так, он, наверное, где-то здесь. Суперски. Пойдем где-то здесь его искать. Президент Майер случайно, не Майкл? Так, кто такой Тортун? Чего? Позреваем вы... А, поздравили, вы стали горным владельцем. Или Тортун? Да-да-да. Это мы, по-моему, или что-то подобное читали, или это же читали. Чувак, ты где? Так, 55... 55... 55... 1С... Так, добыча данных. Я какие-то... Данные не добыл. Ладно, пофиг. Экспа зарабатывается, так что пофиг. Так, ты кто такой? Чип? Не? Так, понедельный кроссфит, интервью, нет времени нормальной тренинг, 500 джеменеров, работа, фигня, понятно, чья-то рутина просто. Тут у нас... Чей-то хавчик не должен равен. Как вы это слушаете? Попасть в клуб. Ну так, блин, чуваки, он же здесь где-то в клубе. А, ну ладно. Опасная заменечка. Почему она еще опасная здесь? Ты тоже заберу это под перо. Ну, мы дали Кругаля... Дали Кругаля. Где он может быть? Вырубись. Ага, понятно, понятно. Ты смотри. С-5, если что. Так. И убираем. Все, нормально. Чтобы на выхвате у нас сразу нож был. Ну, иди сюда. Клуб. Клуб, клуб, клуб. Клубимся. Не знаю, что тут было, но кто-то очень старался замести следы. Что нам надо искать? Попробуем найти кабинет администратора. А, вы уже нас заметили? Ну, хорошо. Я заберу. Я заберу. Чувак, ты же бессмертный, я надеюсь, да? А, убили. А, убили. Ну, блин. Я их ножом еле убиваю. Пушку там вытаскивать бесполезно. Есть, конечно, вариант прокачать пушку. Кстати. Может быть, а? А, и, кстати, здесь, наверное, снайперка бесполезна. Давайте мы, знаете, что с вами сделаем. Снаряжение. Мы снайпу поменяем. Вернем обратно наш вот этот вот пистолет. Десять патронов. Да, можно, кстати, с него пофигарить сейчас. Давай, чеши сюда скорее, ущербный. Ну! Ой, блин. Крутые текстурки. Опа. Ф-5. Ого. Не знаю, что тут было, но кто-то очень старался замести следы. Что нам надо искать? Попробуем найти кабинет администратора. Какой шаган. О, нет, нет, нет! Почему я выстрелить-то не могу? Нормально, нормально, блин, огнестрел работает. Просто суперски. Так, минус ты, минус ты. Минус ты. Поехали. Кинул грену, молодец. О, привет, чувак. Тебя-то и не заметил. О, хедшот. Классно вышло. Я поговорил. Кто у нас тут коп? У меня нет ордера. Ну да. Ой, есть еще кто-то. Где, где, где? Так, ну-ка. Ну-ка. Модификация. А, медиафраншиза Бусидо. Настоящая лакмусовая бумажка нашего времени. Эта сфера фильма является... А, выставляет на показ все пороки американского общества. И изящно подчеркивает самые масштабные проблемы эпохи неомодерна. Ее слоган «Жить надо быстро, а умирать не надо» отражает взгляд нового поколения на тему жизни и смерти яркая. Палитра цветов, эффект дрожания камеры, воздушные брызги крови и серого вещества. Все это указывает, что режиссер стремится к глубокому анализу нашего мира. Серьезно? Однажды он сказал в интервью, что его прет, когда горячие телочки ставят плохих парней. И, пожалуй, эта фраза лучше всего понятна. О чем у нас тут? Везлом П. А, блин, я... Да-да-да, я уже понял, где я не косяк, ну ладно. Там камера или что, что меня палит? В общем, фритмет. Сейчас я быстренько по лутецкому проверю, что у нас тут. Что-то же явно можно так собрать. Например, вот этого чувачка. Ну, наверное, это и есть кабинет. Нам нужны их компы, это в самую первую очередь. А почему мне сюда? Допросить прав... В смысле, ты все это время тут живой валяешься? А что вы тут караулиете? Тут уже и красть-то нечего. А мы не караулим, мы сидим ждем, блять. Чего ждете? Платы за честно сделанную работу. Видишь, разгромили тут все в лучшем виде. Короче, дело сделано, теперь бы деньги получить. Я ничего, что я с трупом разговариваю? А кто заказчик-то? А твое какое дело? Ну, могу поторопить с оплатой. А я такая тупая, что ли? А, ты еще и она? Ах. Я догадываюсь, кто это. И мне тоже есть, что с него спросить. Короче, я под него рою, и когда я его достану, тогда вы и получите свои деньги. Но сначала надо убедиться, что мы говорим об одном и том же типе. Уэлден Холт! Правая рука и бойцовый пес Люциуса Райна? Кандидат в мэры на грядущих выборах? Подходящая мразь для такого! Спасибо за помощь. А, потому я не могу ее добить. Его, это, существо я не могу добить, потому что... О, я перегружен, крутяк! Немножечко поразбирал всякого говнеца. В общем, у меня появились автоматы, которые по DPS лучше, чем мой автомат. Но они не фиолетовые, и, в общем, нужно будет посидеть и разобраться вообще, что с ними и как с ними, потому что я не уверен, что мне нужно их прям менять. Надо будет глянуть. Хотя DPS там прилично такой повыше будет. Что за помещение? Что-то жрали. Все, что вы жрали, я заберу. Ты все разбирай. Опа, тарелочки! Хоп! Хорошо. Это чертова камера, которая меня бесила. Вроде. Так. Автомат. Все, мы, значит, идем наверх. Компунктер проверить, говорите, надо, да? Давайте посмотрим. Так, сообщение. Правила безопасности. Клуб набирает популярность. Випы заходят чаще. Думаю, не надо объяснять, почему это хорошо. Но это значит, что можно забыть про безопасность. Вчера кто-то проник на территорию клуба и провел здесь больше 20 минут, прежде чем охрана что-то заметила. Чтобы этого больше не повторилось, напоминаю правила. Не говорить о клубе. Никого не пускать без приглашения. Подзыв на личность их уведомлять. Охрана не говорить о клубе. Еще раз не говорить о клубе. Не говорить о клубе, черт побери. Наш общий знакомый хочет вечером зайти в клуб. Он встревожен тем, что сегодня случилось. Поэтому большая просьба его не беспокоить. Дайте ему отдельную комнату поуютнее. Сегодня без проблем. Хорошо. Все пошло по звезде. Район, кажется, умер. В смысле, точно умер. Он когда-то приехал. Он, когда приехал, сразу пошел в свою комнату. После него туда никто не заходил. Райан. 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 После него туда никто не заходил. Я клянусь, он сидел там 5 часов. Обычно максимум 2. Я решил пойти проверить, но там было уже без шансов. Что мне делать? Ничего не делаешь. Жди моих людей от этого. Никого в клуб не пускай. Всех, кто внутри, вывезти. Тем, кто знает. Прикажи молчать, скажи утечка газа или сообщение о бомбе. Придумай что-нибудь. Ха, у вас чихвак, VIP скончался. Нам нужно срочно закрыть клуб. Гостей уже проводили. Весь персонал скоро разойдется. Я пока здесь. Жду еще пару людей. Важно то... А, важно вот что. А как они подойдут, посылай их сразу ко мне вниз, а сами сразу по домам. Мастерская скажет, что завтра выходной. Кажется каждого... Касается каждого. Позвони, когда все проснится. Пока всем сидит тихо. Мы забрали файл, который ты хотел, остальное сломали. Практически переломали, перемолали в муку. Где наши деньги? Люди начинают говорить, что от других мы могли получить больше, намного больше. Где деньги? Холд. Запись с камеры наблюдения. Окоченел уже. Смерть наступила явно больше часа назад. Карты травмы при себе нет. Думаю, он намеренно ее где-то оставил. Угу. В таких клубах не любят, чтобы экипаж травмы высаживал двери в самый горячий момент действия. Понятно. Похоже, сердце. Избыток острых ощущений, если понимаете. Окей. Да, давайте так. Коронер найдет его дома. Что писать, я надиктую. Умер во сне. Тихо, как младенец. Парни его уже выносят. Да нет, никто его не увидит. Точно? Да. Да. Все сделаю и перезвоню. Как вы интересно все его закрутили. Выключить. Не в системе. Ну, я посмотрел. Знакомое лицо. Где я его видел? Ну, твой коллега. Лей, мне сейчас не смешно. Думаю, все, что надо, мы видели. Идем отсюда. Ну, пойдем. Ладно, дельтуем. Вроде я тут видел еще один. А, то есть ты решил просто без анимации уйти. Такой опять телепортнулся. Ох, что и навыки телепортации. Ну, так чего, чего, чего. Твою мать. Ты, я смотрю, с той же компанией? Соткнись, Гаррет. Я знаю, что ты сделал. Ну, я сгорел, что он замешан. Я спрашиваю, почему ты это скрыт. Не спрашиваю, зачем дал себя в это втянуть. Я хочу знать одно. Кто отдал приказ? А какая разница, Ривер? Почему тебе это так важно? У тебя совесть чиста, можешь... Начальник дал приказ. Он тоже замешан. Потому что я взял всю ответственность на себя. Ты понятия не имеешь, как в этом городе, что работает. Веришь в дутые лозунги, пустые фразы. Думаешь, они что-то значат? Это все треп один. Эй, что ты на меня так смотришь, наемник? Ты знаешь, что я прав. Я не из этих мест. Я не отсюда. Я не откуда. А, кочевник. Сейчас объясню. Полиция – это моя семья. Мой клан. Семьей нельзя порвать. К родным нельзя повернуться спиной. У тебя брехня это. Брехня это, Хан. Ничего общего с кланом у вашего братства копов нет. Верность, кровный узор, служба ради идеи, общая выше личного. Мне продолжать? Ви, я благодарен тебе за помощь, но это не твое дело. Я сам разберусь. Ну, пожалуй, я верю, что ты разберешься. Арестуешь меня? У меня есть запись, есть мотив и есть твое признание. Так что могу и арестовать. Но в этом нет смысла. Можешь даже не говорить, кто отправил тебе заметать следы. Я и так знаю. И раз тут начальство замазано, пойду в отдел внутренних расследований. Они тоже ничего не сделают. Со мной. А вот ты сам лишний раз подставишься. Ехал бы ты домой, Ривер. Поспи, успокойся. Утром будет проще уложить все это в голове. Я лично так и сделал. Твою мать. Телепортатор, блин. Надо было пристрелить. Надо было угостить его пулей на прощание. Так всегда надежнее. Может быть. Но я так не могу. Но это не мой метод. Ну да, да. Райана убил Холт. Просто хотел занять его место. Самый банальный мотив. И самый правдоподобный. Использовал полицию, чтобы замести следы. Ну, похоже, да. Да, похоже на правду. Только Холту это было выгодно. Сообщу во внутреннее расследование. Этого хватит, чтобы возобновить следствие. Да, давай. Ну, блин, чувак. Я просто не знаю, насколько у вас тут замазаны внутренние расследования. По идее, это то, что сделать правильно. Если там нормальные ребята, то... Да, давай. А ты поедешь теперь к Пиралесам отчитываться? Да. К Пиралесам. Ладно. Я тут пока останусь. Спасибо тебе, Ви. Давайте Пиралесам звонить. В общем, я уже представляю, что стоит за смертью Райна. Хорошо. Пожалуйста, зайти к нам. Такие деликатные вопросы лучше обсуждать лично. Будем ждать. Так. И тут есть точка перемещения. Игра, ты меня сегодня балуешь? Это как вообще? Фишка в другом. Помните, как только мы зашли в бар к Уорду, вот этому чуваку? Там сидел его напарник. И напарник такой говорит, босс тебе сказал, прекрати расследование. Я тебе тоже советую. Что я вам сказал на тот момент? Босс замешан и напарник замешан. Спасибо, интрига. Ну, то есть, это было понятно и прозрачно с самого начала. В Америке все так делают. Ну, так открой, я тоже поднимусь. Опять, кстати, давно не прожимал. Сейчас мы поговорим с пиролесами. Посмотрим. Знаешь, скажу тебе. О, давно тебе не было видно. Я слушаю. Ничего им не говори. Не дай себя в это втянуть. Это дело как трясина. Логично. Не осторожный шаг и провалишься с головой. Логично. Это политика. Политика всегда грязь. Я всегда осторожен. Блять, короче, делай как знаешь. Все равно убеждать тебе бесполезно. Кстати, вот это вот очень хороший совет. И то, что деньги, на деньги нам сейчас по-хорошему плевать. Привет, Ви. Заходи. Чувствуй себя как дома. Джефферсон скоро будет. Тут камера. Это, в принципе, логично. К этому я докапываться не буду. То, что у девчули дома пулемет висел, турель. Вот к этому можно было докопаться. То, что у них камера, это неудивительно. Располагайся. Раз, полагайся. Так, хорошо. Я бескомпромиссный кандидат с энергией общественного деятеля. Чего я добиваюсь? Я требую лишь корпорации влияния. Лишить корпорации влияния на политическую жизнь в Найт-Сити. Этого можно добиться. Достаточно только самого... Того самого одного цента, чтобы собрать сумму достаточно для успешной предвыборной компании без поддержки корпорации. Вместе мы выиграем эти выборы. Я выиграю их для вас. Что вы получите взамен? Суверенный город. Конец диктату. Мегакорпорации. Важные для жизни города и горожан решения. Больше не будут приниматься, сидя за столом из красного дерева. Директор, которого ни разу не был на улицах, пассивке или хотя бы Уотсона. Равные возможности для всех в области образования. В первый год своего срока я обязуюсь выделить 20 полных и 30 частичных стипендий. Город будет финансировать образование как минимум 200 самых способных студентов ежегодно. Обещаю обещать все дела. Можно... Можно... Блин, не присаживаться, ладно. Эф-5. Благодарю. Я сейчас пытаюсь у себя в голове сложить. Они работают на человека, который... Элизабет сказала, у тебя есть новая информация. Я внимательно слушаю. Я не хочу делать поспешных... Это запутанное дело. И в нем много вопросов. Так что мне бы не хотелось сделать поспешных выводов. Но что ты об этом думаешь? Джефф, милый, умей читать между строк. Запутанное дело? Смерть в собственном доме от сердечного приступа. Какие уж тут вопросы. Значит, мы были правы? Да. Этого мне достаточно. Мы должны быть осторожны. Очень осторожны, Джефф. Именно это хочет нам сказать Винь. Благодарим за помощь. Вот гонорар. Вам нужно беречь друг друга. Привет. На чем мы остановились? Очень туман... Прикиньте, чувака наняли, дали ему бабла за то, чтобы он провел свое расследование. Потом пришел бы и сказал... Это запутанное дело. Берегите себя. Хорошо. Спасибо за расследование. Как бы вы его наняли, потому что вы подозревали, что здесь что-то не так. Чувак приходит и подтверждает, что здесь что-то не так. При этом не дает никаких доказательств. Даже не говорит это прямым текстом. Но он нормальный. Все. На этом у нас задание закончилось. Какая красота. Так. Красный Пророк. А, кстати, выросла уже до высокого. Они очень высок... Ну, понизилась. Видимо, то есть у меня уровень поднялся. Я стал более прокачан для этой всей темы. Уличное Правосудие. Полностью бы согласен какая-то фигня, не работа. А, это Макака Акада вот это. Не хочу к ней ехать. Оседлавший Бурю. По нам тоже не хочу. Макака отпадает. Красный Пророк. Вот это вот... Вот это вот интересно. Но я не уверен. Посмотрим. Позвони Озобу. Насчет Озоба у меня тоже сомнения. Ну, про все остальные задания мы с вами говорили. Все остальные задания это полнейшая фигня. То есть мы, по сути, с вами сейчас выбираем между двух побочек. Красный Пророк и взрывной характер. Не знаю почему, но у меня сразу цирковая музыка в голове начала играть. Та-та-та. Но насчет этого тоже не особо... Чувак говорит, отвези меня, мне нужен водитель. Ну, я не знаю, чего ожидать от этого задания, кроме перестрелки и... Вот, детективное задание было довольно интересное. И все равно... Так взяли, окунули меня. Типа, не будет... Не будет ни неизвестности, ни неожиданных поворотов. Ничего тупо... Да не знаю. Я, честно говоря, немножечко разочарован. Именно тем, что мне... Я пришел в кафешку и сразу предугадал, что это будет. И, блин, от этого мне сейчас стало... Аж как-то грустно. Все, ребятушки, на этом тогда серию будем заканчивать. Я еще подумаю, хочу ли я хоть какое-то побочное задание. Потому что вот мы две серии потратили на побочное задание. В конце прошлой серии у меня были еще хоть какие-то надежды, что что-то может еще получиться. У тебя ведь есть еда. Дай мне. Ну, давай. Ну, так давай, я дам тебе еду. Давай ты мне что-то расскажешь. Давай какой-то квест начнем сторонне. Вот это тоже у тебя. Глупая. Да иди ты нафиг. Серьезно. Вот это все, ребят, вот это все, что мы видим вокруг. Это не открытый мир. Вот все, что мы видим вокруг, это декорации линейной игры. Тут открытого мира нету. В принципе. И не существовало никогда. Это не игра в открытом мире. Это линейные декорации. Частично, частично, похожая тема была, блин, надо будет потом язык с мылом помыть после таких слов, но частичная тема была в мафии. Привет, Джуди. Я не поднимал трубку. Чувствуешь? Херово. Но у меня появилась идея. Я что-то придумал. Рассказывай, что придумала. Бар Лизис когда-то был борделем. В какой-то момент тигриные когти убили там на одну девушку больше, чем люди могли стерпеть. Поэтому мы взяли все в свои руки. И теперь это наш куб. Ну, молодцы. Так вот, то же самое надо сделать и в облаках. Что? Ты уговорила Шельм захватить облака? Нет, я тебя хочу уговорить. В облаках есть те, кто нам поможет. Так уговори, Шельм. Нет, плохая идея. Прости, Джуди, я пас. Это плохая идея. Сфига ли мне в это вписываться? Никогда мне не звони, например. А, ты хочешь слиться? В облаках гибнут люди. Ну и к черту. Если я тебе помогу, тоже погибнут. Прости. Ну, нет, значит нет. Да иди к черту. Прикиньте, я прихожу в облака. Убиваю там Дубмана. Он как бы был владельцем. Итак, клуб остался без владельца. У тебя есть банда наемниц. Ну, не банда наемниц, но по сути, вот эти вот шельмы. Это же вышибалы телохранители. У тебя есть, с одной стороны, клуб без владельца. С другой стороны, банда вышибал. Но при этом ты что-то требуешь от меня. Причем, извини, пожалуйста, какой стороной я тебе что-то должен. Я тебе и так помог вот эту куклу вытаскивать, а она еще себя грохнула. При этом, блин, я не понимаю логики в этом всем. Вообще никакущий. Поэтому, ну, это вообще к черту. Вот ни Джуди, ни, как ее, Пэм, Пэм, как ее. Вот эти две, вот этим двум я помогать стопудово вообще никак не буду. Никакой стороной. Ай, у этой игры огромнейшие проблемы с мотивацией. Просто величайшие. Так вот, я там насчет мафии говорил. Вот в первой мафии город был открытым. Но он служил просто огромнейшей декорацией для линейного сюжетного прохождения игры. И потом для прогулки, по сути. Ну, просто мафия была раз в 500 получше с сюжетной точки зрения. Это вот я про то, что ни в коем случае нельзя их сравнивать. Я не сравниваю две игры, я просто сравниваю концепт открытого города. Так вот, здесь открытый город да, открытый мир нет. Это линейное прохождение. Все, ребятушки, будем потихонечку заканчивать. Стану здесь в углу. Я крайне сомневаюсь, что я пойду еще хотя бы на одно побочное задание здесь. Я еще подумаю, опять же, вот у меня есть время до следующей серии подумать. Но пока что я очень сомневаюсь, что это случится. Я думаю, что мы в следующей серии пойдем в Такимуре. Потому что побочки здесь вообще не какущие, полностью слитые, полностью в них не вкладывались. Их прилепили, знаете, вот как что-то доделали, потом срочно уже что-то берут. Кусок пластилина просто сбоку приклеивают. Вот это побочки здесь. Блин, вся игра такая. Все, ребятушки, до встречи в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра. Все молодцы, шульки. Всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...